Скажи. Скажи правду. Юлиана, привет. Привет. Это рубрика «Скажи правду». Мы нашли от тебя несколько новостей и слухов. И твоя задача прокомментировать и вообще сказать, что правда из этого, а что ложь. Готова? Конечно. Давай начнем. Полуторагодовалый сын Юлианы Карауловой заработал на элитную квартиру. Ну, это не совсем правда. Мы вместе заработали. Мы команда, мать и сын. Мы купили квартиру. Но, конечно, он еще совсем маленький, чтобы зарабатывать прям сам-сам. Но я верю и надеюсь, сын, что когда-нибудь это начнет происходить. Так, смотри, а квартира где-то недалеко от твоей? Нет, но относительно недалеко. Но тоже, в принципе, центр. А ремонт уже начали делать? Нет, вот планируем начать. А есть уже предположения, в каких тонах, может быть, будет квартира? Нет, пока только обсудили, что начинаем ремонт. Нашли команду, нашли дизайнера, но еще не делали ни рендера, ничего. Юлиана Караулова ушла от Яны Рудковской. Мы с Яной продолжаем общаться. Мы с ней в прекрасных отношениях. Мы продолжаем по каким-то моментам и вопросам сотрудничать. Вот, то есть изначально мы с ней были партнерами. И я бы, в принципе, это так не формулировала вообще, что я от нее ушла. Все, все сама. Ответственность за все ошибки, в общем, теперь исключительно на мне. Юлиана Караулова собирается исчезнуть из социальных сетей. Я не пропадала и не собираюсь пропадать. Это все неправда. Смотри, в одном интервью ты говорила, что считаешь, что соцсети – это зло. Почему? Я так говорила, да? Ну, это биполярка, ребят. Достаточно большое количество людей подвергаются депрессивным состояниям. В следствии того, что они долго сидят в социальных сетях и начинают сравнивать свою жизнь с вылизанной картинкой социальной сети определенной других людей. Естественно, сравнивают, как правило, не в свою пользу. Начинаются депрессии, начинаются недовольства, появляется какая-то зависть, появляется состояние апатии. А было такое, что ты не смотрелась на кого-то в соцсетях и тоже впала в депрессию? Ну, правда, депрессию нет, но, конечно, я тоже, бывает, посмотрю и думаю, ну, блин, вообще, как же так? Вот у всех все, а я вообще где? Что? Ничего. Но потом я делю все даже не на два, а на десять. Юлиана Караулова боится стареть. Ну, Юлиана Караулова уже... Хочется всегда оставаться как-то в теме, чтобы было всегда какое-то нормальное количество энергии. Вот, а, ну, видимые внешние изменения, если мы об этом говорим, ну, конечно, это неминуемо. Вот, я стараюсь все-таки за собой следить, ухаживать, вести адекватный, нормальный образ жизни. Последний слух. Юлиана Караулова считает, что романтические отношения, основанные на дружбе, самые крепкие. Ну, тут я, наверное, соглашусь, потому что романтические отношения, основанные исключительно на страсти, это, на мой взгляд, путь в никуда. А как относишься к знакомствам в социальных сетях? Вот вообще, как думаешь, можно ли там встретить настоящую любовь? Прекрасно отношусь. У меня огромное количество знакомых нашли свою любовь в определенных приложениях для знакомств, поэтому... Правда, конечно, есть такое, что перед тем, как ты встретишь своего принца или принцессу, нужно перецеловать немало жаб, ну, перецеловать в переносном смысле этого слова. Такое, конечно, существует. Но потом стрела все-таки должна куда-то упасть. Скажи... Скажи правду.